так привет всем как и планировал в принципе рассказать немножко об этом мотоцикле что мне понравилось что не понравилось вот впечатление как человека который дальше мопеда никуда не уходил и где-то по молодости видел какие-то там старые древние жили питер явы прочее здесь у меня видите плюс 5 вот и я попробую при вас ну как бы завести показать как он работает как он сразу реагирует эту температуру хотя я считаю что учитывая сезон то плюс 5 очень редко температура встречается посмотрим как заведется на фасосе все покажу как есть ну и буду акцентировать внимание именно на тех фишках которые понравились мне пусть будет так начну здесь наверно дна все это понятно очень удобная штука это щиток конечно он защищает грязи спину и об этом все очень многие говорят и это здорово на самом деле а поворотники здесь очень гибкие я так понимаю что в случае удара или чего-то у меня в принципе такие расстояния на мопеде очень удобная штука я часто ими цеплялся даже с этим поворотником пока заезжал машина стоит мотоцикл и тоже немного цеплял проблем не было но здесь не светодиоды здесь стоят обычные лампочки вот но другого страна принципе мне вообще пофиг лампочки здесь это ли светодиоды то есть то лампочка стоит копейки не думаю что я разорюсь на этой лампочке дизайн безусловно конечно красивые вот эти держатели для пассажира достаточно крепкие вообще я заказал сюда сейчас два кофра я потом приду то обязательно сниму на них обзор покажу как они крепятся потому что именно с 200 то есть ну таких кофров нету это группе баджажи девушка одна посоветовала я решил только себе взять два кофра с двух сторон крепятся они под сидушку я все потом отдельно это покажу но мне бы хотелось конечно еще чтобы еще сзади багажник у меня есть кофр пластиковый но я планирую его продать он абсолютно новый и сюда хочу заказать вот такую вот сумку она очень удобно туда влазит шлем ну и как-то гармонично потому что эти кофы как лопоуха висят на таком дизайне мотоцикла мне кажется не очень красиво смотрится поэтому будет вот такая вот сумка если и откручивается вот эти вот ручки и ставится багажник есть багажник уже готовы под кофры вот ну есть кто-то делает сам в принципе я тоже себе нужно было я бы на сам сварился бы с какой-нибудь там сразу по поводу сидушки давайте покажу значит здесь вот под под задней сидушкой который кстати опять же повторюсь легко снимается вот здесь есть вот такие вот резиновые крепления вот их можем снять потом и здесь находится комплект ну такой самый необходимых ключей давайте посмотрим опять же это сравнение у меня с китайским мопедом вот этот вот сама вот эта штука она была просто ужасно и отвратительная здесь какой-то материал были менее прочно не порвется потому что там был просто полиэтилен отверточка кистообразная или это не знаю что это такое усудлинитель какой-нибудь вот свечной ключик вот такой вот какой-то типа велосипедный вот ну и эта штука там чтобы я не помню там писали люди что это такое как она называется ну как тихо удивитель какого-то и вот такой главный ключ вот ну не знаю я честно говоря не гораздо этими ключами не пользовался по большому счету как мне так они не нужны но вещь удобная очень хорошо крепится под ну вот как выглядит под сидушкой место вот эти два болта они крепят само сидение которым сидит пилот в принципе на них буквально держится тоже достаточно удобно если в случае что-то надо быстренько снять сидушку вот сами ручки держатся здесь у меня установлены уже сигнализации я наверно потом попозже расскажу что чего и как я делал китайская сигнализация нс-200 ставится абсолютно просто ножки для пассажира ну расположены очень высоко мне это безумно нравится опять же сравнивать с тем же мопедом в котором все это ровно или как в классиках наверно там все стандартно здесь все-таки задрано ну и комфортно я когда присел сзади ну мне очень понравилось хотя сидение сзади говорят не очень удобно для пассажира для пилота нормально здесь находится пачок с жидкостью для задних тормозов здорово то что вот они что он держится не просто так какая-то закрутка да которая вибрация может свалиться а вот конкретно здесь сам пластиковая крышечка вот она здесь держится на болтике это мне кажется очень даже неплохо ну что касается сидушки седушка очень удобно не знаю как это сразу я каплю лету на дальнее расстояние потом похоже поделюсь своим мнением но на сегодняшний день сидушка действительно комфортная люди называют какую-то сеточку еще прочее там чтобы от дождя стекала чтобы что-то не употело не знаю у меня нет таких расстояний для этой сеточки часто смотрится немного колсозновато и мне не нравится согласитесь такой сиденье намного симпатичнее выглядит сам двигатель вот ну что по двигателю опять же технические характеристики я не полезу вот они тут изображены типа три свечи вот здесь единственное что нужно отметить холостой ход регулируется руками но я думаю это не новинка для мотоциклов такого же формата я кстати когда завожу очень прохладно вижу что мотоцикл вроде блин уже должен был нагреться вроде как уже ехать можно на нем я немножечко добавляю чуть-чуть холостого хода хотя в принципе это рассчитано для этого мотоцикла то есть этот холостой ход чтобы про изменение температуры ты мог добавлять либо убавлять уже сам вот вот поэтому штук это вот очень удобно склонился подкрутил все классно здесь находится уровень масла вот показывает сколько вот ну это горловина куда заливается непосредственно само масло с той стороны тоже при замене масла надо менять здесь находится фильтр тонкой очистки а с той стороны фильтр грубой очистки я масло еще ни разу не менял у меня пробег только 100 километров ну когда буду меня тоже буду снимать обязательно обзор еще пару слов про дуги ну честно говоря как по мне дуги какие-то маловатые наверное то есть хотелось бы что-то более такого симпатичного солидного ну и класс мотоцикла вообще дуги то есть я считаю что это дело крути верти как хочешь меняй как хочешь вот дать бог что не понадобится они что будешь ездить аккуратно по крайней мере все будешь для этого делать вот здесь находится уровень антифриза сколько у вас залито я показывал когда покупал мотоцикл что были проблемы стечь антифриза у меня шла вот здесь вот снизу где-то вот здесь вот капал сейчас все в порядке сухо проблем никаких но и в норме официалы все сделали пройдемся по боковой стороне правой ну что касается здесь опять же технические характеристики я сюда не полезу кому надо сам почитай главное что стоят дисковые тормоза здесь это очень здорово я вообще барабаны даже в машинах не признаю какой-то не знаю мне не нравится так дальше что касается задних ножек ну стоят они достаточно высоко для пассажира ну такая фиксация очень крепкая ну и конечно же мне нравится что посадка такая высокая хотя на дальней дистанции говорят ездить не очень удобно ну не знаю пока еще не катал на кого посмотрим вообще как бы нравится ездить одному потому что на самом деле с вторым номером кататься не так то просто и все таки надо уметь это так далее задний тормоз скажу откровенно вообще в целом по поводу тормозов тормоза классные что задние что передние задние плавные такие в миру ватные передние тормоза как и положено более резкие такие эффектные то есть ну по тормозам по качеству нет вообще проблем никаких единственное что по задним тормозам что мне здесь не нравится это расположение лапки самое главное вот эта лапка она никак не регулируется здесь стоит фиксатор и не фиксатор а здесь стоит такой вот метка в которой выставляется лапка и смещать ее нельзя потому что как только начинаешь ее смещать я пробовал раскрутил по незнанию то получается что тормоза становятся ватными вот поэтому она фиксирована в каком-то году мне сказали там главный человек российский по сервису сказал что лапка была еще выше но люди стали жаловаться и они опустили немножко пониже но тем не менее все равно вот я ставлю ногу вот вот да и у меня все равно ну мне неудобно неудобно потому что нога все время находится в таком напряженном состоянии когда сидишь вот хочется чтобы она была немножко свободна пониже и когда я проезжаю вот катаюсь по гаражам смотрю в заднее зеркало в силоте я вижу какой-то такой красный отбит то есть я периодически нажимаю немножко на эту вот педаль и срабатывает задний сток поэтому вот это вот неудобно некоторые говорят можно там отпилить сместить подварить ну я считаю что это лажа сниматься отпиливанием ну дальше будет видно посмотрим может делать привычки вот поехали дальше значит бак сам по себе 12 литров мне кажется это достаточно при его расходе там два с половиной при хорошем заряде там если нормально сжимать то и 3 литра но я считаю что это немного опять же тот же мопед у меня ел два с половиной два и восемь литра на 72 кубиков и как бы я считаю тоже что это немного для этого так вообще то есть ну пульсар вообще славится экономичностью в этом плане на бак я нагрел такую заказал себе как бы защиту тут и защита и декор ну держится скажем так себе края не очень как бы посмотрим как оно будет тут на дожде вести себя я тут с помощью фена пытался закрепить не совсем как бы даже по картинке как я хотел надо было чуть ниже но не суть первый раз как говорится и сойдет так вот все в общем то так устраивает все бак как бак спереди вот такая вот штука многие мотоциклы тоже заказывают вот такую вот защиту сюда дабы тут замками прочим не поцарапать бак ну здесь стоит такой достаточно очень очень толстый кусок резины давайте по панели приборов вообще если быть честным то по панели приборов это было процентов 20 почему я купил этот мотоцикл мне очень понравилась панель приборов сейчас многие современные мотоциклы идут с такими ну знаете электронными табло там красиво с повторителями какими то есть ну да красиво симпатично но как то смотрится мотор этот бывает здоровый а здесь такая панелька маленькая не знаю мне не очень нравится вот за счет вот этого дизайна мне кажется это очень сильно выигрывает как стритовый мотоцикл вот очень мне нравится что здесь какие функции ну опять же надо ли это объяснять в интернете полно обора вы можете посмотреть нравится то что вот именно синяя подсветочка все очень симпатично все лампочки все лампочки красивые показатель топлива километраж часы это вообще великое дело вот сто семь километров я уже пробежал ну здесь что что означает я думаю что все объяснять не надо все и так понятно лампочка там поджаж горит постоянно честно говоря меня вообще никак не напрягает все меня устраивает ключик имеет положение включение зажигания выключение зажигания ворачиваю руль сначала потом до упора и все и руль у вас получается вот зафиксирован все вы уже прокручиваете значит здесь у меня ну здесь вот выставляются тут часы пробег и прочее опять же посмотрите не буду на этом заострять внимание это у меня от сигналки это от сигналки у меня вот такой белочек их шло два штук две штучки и ценник очень даже демократичный вот видите я отключаю и отключить есть еще автозапуск но в корпораторных это совершенно не нужно ну по сигнализации это отдельный разговор в общем ну панель красивая панель сама по себе очень симпатичная мне нравится красивая панель вопросов нет сейчас все пульты подсвечивают вот с правой стороны здесь зажигание у нас кнопочка здесь аварийное выключение вот ну сами в принципе вот эти крипты они достаточно удобные не знаю мне хватает я других особо не знал кроме мопеда но вполне себе неплохие я заказал себе посылку буду покупать здесь накладки вот я не просто накладки заказал даже не ради накладок я заказал специально ради подсветки которая находится на этой защите то есть я даже не заказывал не поскольку поскольку чисто для декора ну и дополнительный габарит вот ради чего потому что некоторые на друге вешают лампочки и в принципе еще это подключить там большая головная боль а эти какие то с этой стороны и напротив то есть продавлю какой то уже наверное габарит какие то мотоциклы уже знаю что это по дороге навстречу левые пульты тоже с подсветкой здесь вот я заказал для телефона я немножко потом отдельно сниму на него как нибудь приеду вот ну левый пульт особо отправленный ключах тоже с подсветкой тут у нас сигнал здесь моргать встречно водителем вот переключение и повороты интересно что поворот выключается ты включаешь вот и чтобы выключить надо нажать на кнопочку правый и нажимать вот таким вот образом вот по переднему колесу вот здесь у нас видно что байбре те же бремба которые делают для малоаккубаторных мотоциклов в Индии это официальный как бы их завод официальное производство вот ну и дисковый АБС к сожалению здесь нету хотя индийцы как посмотришь их ролики все катаются на АБС ну и на инжекторе тоже кстати но у нас за счет бюджетности понятное дело ни того ни другого нету приходит удовольствоваться тем что есть при включении зажигания загораются сразу такие ходовые ручки ну когда заводишь мотоцикл всегда загораются ближний свет хочешь этого не хочешь он автоматически загорается вот ну включение зажигает загорается и в принципе с одной стороны неудобно по мне так я считаю что это очень даже неплохо я когда прихожу в гараж вот я захожу вот так вот что ему делать какую-то хладную уши тут можно схватиться приятно очень ну красивый вид впереди мне очень нравится сковорочки достаточно яркие вот что касается цепи ну как везде нужно ее обслуживать уже даже проехать там буквально 50 км я все равно ее непонятно где она была я все равно ее почистил керосинчиком хорошенько и смазал ну как буду смазать следующее там через 500 км я уже покажу тогда отдельно вот эта штука натяжка цепи такая натягивается не просто так как тебе хочется ты понимаешь натягивается немножко на поградаться щелчками вот с помощью вот вот такой вот ну и честно говоря я не знаю как это называется эта вещь о чем нужно сказать конечно особенно блин это центральная подножка хорошая крепкая такая чувствуется надежная ну это конечно оценит любой мотоциклист который сам обслуживает свой мотоцикл там чистить цепь и прочее это конечно очень-очень удобно что она есть вот ну и конечно боковая подножка стандартная достаточно большой площадкой мне кажется ее вполне достаточно и можно еще какую-то накладку сверху ну мне кажется так еще удобно то что на панели приборов показывать если у тебя боковая ножка брошена то у тебя показано панели приборов что-то там сайт чей-то что выскакивает какая-то надпись только ты убираешь эта надпись сразу убирается чтоб не забывал вот шестиступенчатая коробка потихонечку обкатываю коробочку ну и про замене масла с той стороны находится фильтр тонкой очистки а с этой стороны снимается этот пластик и вот здесь находится откручивается и фильтр голубой очистки вот если тут фильтр понятно надо менять то этот просто чистится можно продуть его и в принципе он дальше начинает работать продолжает работать ну вот я пробежался под таким основным моментом которые в микро-корячков были интересны то есть я рассказал что что мне действительно здесь понравилось на эти первые 100 км которые я тут в сжатых тюремных условиях по сути дела прокатал я рассказал вот что будет дальше происходить конечно я буду что-то менять что-то буду добавлять очень много позаказывал с Аликов всяких аксессуарок всяких фишек у меня вообще слабость к этому очень большая как что буду подключать как что буду делать все как буду делиться в видео ну может кому-то пригодится опять же говорю я не профи может где-то по осмотру когда рассказал про мотоцикл что-то не так называл или что-то ребят мне обращать внимание я могу ошибиться опять же я сказываю свое впечатление я прежде всего занимаюсь проведением праздников и уже потом только мотоциклист любитель я рассказал свое мнение то что нравится мне вообще в целом вот я прихожу который раз уже уже пошел по сути дела в марте будет 3-й месяц как у меня этот мотоцикл честно говоря я каждый раз прихожу и каждый раз мне все больше и больше нравится действительно очень нравится мотоцикл посадкой я вот прогрею сожжусь на него трогаюсь классно все очень нравится я надеюсь так же дальше останется вот как-то когда выгонял официалом снега не было забирали мотоцикл когда поправляли антифрес я рассказывал я выгнал и удалось буквально метров 200 проехаться по улице снега не было я реально очень дико кайфанул кстати завтра буквально завтра я договорился тут с хорошим человеком с соседом по гаражу он директор мотошколы вот и он согласился помочь мне завтра завести мотоцикл на регистрацию я очень хотел подрегистрировать повесить номера потому что ну уже пора я люблю куда все нормально все на тебе еще вопросы по документам эти есть тоже такие у меня копия ПТС подходит короче завтра я иду регистрировать как что и чего я потом тоже поделюсь если зарегистрировать итак сейчас я заведу мотоцикл я в другой одежде делаю это в другой день потому что при когда я делал небольшой обзорчик мне нравится я просто физически не успел сделать завести сейчас я при вас сделаю заведу его покажу как он заводится температура в гараже на данный момент плюс 8 градусов то есть ну достаточно тепло я вам сейчас покажу все достаем подсос не тянет зажигание и заводим мутоцикл заводится он с полоборота смотрите подсос подсос и подсос подсос вот примерно так и сейчас в таком режиме будет очень хорошо работать потому что сразу когда я купил реально с заводкой с прогревом была целая беда а тут уже потихонечку смотришь контролируешь подсос вообще в сервисном центре в российском сказали о том что заводить его нужно завел погрел немножко подсос убрал и поехал все то есть не надо ждать пока у нас холостык будет идеальная работа я иногда еще чтобы нормально прогрелось даю немножко холостык больше потом чуть-чуть прибираю ну совсем немножко может там на 100 оборотов там на 200 не больше ну здесь у нас находится вот не только для количества оборотов вот она не знаю видно здесь или нет вот немножко даю и в принципе в принципе он работает нормально ну чтоб не задохнулся заглушил вот сейчас держит 2500 оборотов вот примерно видно видно или нет ну в общем так заводится отлично работали отлично мотоцикл мне очень нравится я не пожалел никогда почти 130 километров и вот буквально по гаражам катаюсь и все равно я вот убедился лишний раз что я правильно сделал выбор что купил этот мотоцикл потому что 125 они мне маленькие они мне неинтересные то есть ну они как мопед этот 200 он соответствует моему уровню может можно было брать что-то круче там что-то там опять как я уже ну поднимал этот вопрос пункт 6 соток и всего остального может быть я недавно опять сидел на 6 сотке мне не понравилось он тяжелый он не маневренный ну не знаю может я еще не пришел я приду я не исключаю этого это само собой но все равно вот этот выбор был правильный то есть если ты начинаешь если ты такой более-менее взрослый дядька стартануть с такого супер я сделал себе багажник еще кстати похвастаюсь вот под кофе я про него отдельно обзор сниму как я что сделал смотрится он конечно на фоне мотоцикла очень красивый то есть он сейчас такой больше уже на доминар похож за счет вот этого багажника немножко побольше стал чуть подлиннее и симпатичнее ну это я это я уже сниму отдельное видео и потом уже покажу как что я делал вот такая ситуация такая спасибо